Как я рада видеть просмотры на этом ролике. Это значит, что знания из первого ролика, ссылка появляется в правом верхнем углу, вами уже были знания впитаны и возможно вы уже даже успели сделать свои первые шаги. Мы с вами говорили о том, что для того, чтобы разбогатеть с нуля в России, нужно поменять свое мышление и пересмотреть свой образ жизни. Все советы, которые были в первом ролике, я надеюсь, что вами уже применяются или вы уже все выполнили и готовы к новой информации. Мы говорили о том, как важно экономить, но здесь я хочу вам сказать о том, чтобы вы не скупились на то, что вас действительно радует. Я приведу пример из своих жизней, из своего опыта. В 2016 году, когда я занялась этой тематикой и начала писать свою книгу, как я иду к своему первому миллиону, я поняла, что так как у меня зарплата была примерно 30-35 тысяч рублей, наверное, 30, я понимала, что мне идти очень долго, поэтому я решила экономить на всем. Я заходила в магазины Gloria Jeans, покупала одежду там. Но что случалось со свитерочками и с другими вещами после первой стирки? Конечно же, на них образовывались катышки и уже в этой вещи никуда не выйдешь. Соответственно, цена одного выхода была стоимость этой вещи. Допустим, свитер стоил 600 рублей, на один раз хватило и все. А если бы я купила свитер тысяч за 5 кашемирова, разделила бы на количество выходов, когда вещь еще в хорошем товарном виде, получилось бы, что один выход стоит намного меньше. Так вот, если вам что-то нравится, не скупитесь, покупайте качественную обувь. Я покупала обувь и в смешных ценах, возможно, вы знаете такой магазин. И что случалось, когда я попадала в эту обувь под первый дождик? Конечно же, обувь протекала и мне снова нужна была обувь, потому что удовольствие от вещей достаточно быстро проходит, чем от впечатлений. Дело в том, что когда мы примеряем одежду и видим на ней ценник в магазине под хорошим светом, нам кажется, что да, эмоции переполнять нам нужна эта вещь. Но когда мы приносим ее домой, мы понимаем, что это не совсем то, что мы хотели. Мы купили то, что мы смогли себе позволить. И еще хуже, если это было сделано на распродаже. Мы с вами говорили о том, что нужно больше зарабатывать, меньше тратить. Но для того, чтобы больше зарабатывать, нужно в лучшем случае сменить работу. Если вы работаете по 8 часов в день, и вы, например, менеджер, вам после работы нужно отдохнуть. Это обязательно. Возможно, вам на первых порах захочется взять на себя больше работы, но в таком случае будет риск все спустить, потому что вы поймете, что жить мало того, что на что-то надо, и ради чего-то надо. Когда друзья зовут кафе и тому подобное, вам захочется присоединиться к ним. Но если вы зажали себя в рамки жесткой экономии, то вы не сможете, а это значит, что вы, скорее всего, огорчитесь. Нет, поначалу, возможно, вам будет хватать энтузиазма, но потом вы расстроитесь, потому что окружающие начнут вам говорить, жить нужно сейчас, неизвестно, сколько нам останется жить. Да, неизвестно, но, скорее всего, еще очень-очень долго. И вот через 10 лет хотелось бы жить уже действительно достойно, несмотря на ценники магазинов. А то еще и быстрее, конечно же, хотелось бы к этому прийти. Так вот, ребята, если вы будете жадничать на свои удовольствия, то ваша мотивация, энтузиазм быстро угаснут. А это значит, что вы снова скатитесь к нулю. Поэтому на удовольствие жалить денег ни в коем случае нельзя. Быть богатым не значит иметь все, что можно. Настоящее богатство – это тот момент, когда вам уже ничего не нужно, кроме того, что у вас уже есть. Попробуйте научиться не хотеть больше того, что у вас уже имеется. Мы чувствуем, что нам чего-то не хватает. Иногда сравниваем себя с людьми побогаче нас, особенно если они есть в нашем окружении. Вместо этого лучше сравнивать себя с теми, кто беднее. Тогда ваш сегодняшний образ жизни покажется вам достаточным. Но и здесь есть ловушка. Так как человек – такое существо, которому всегда мало, то для того, чтобы идти вперед, нужно окружить себя успешными людьми. Не факт, что вы им будете интересны, но если вы будете двигаться вперед, тогда, скорее всего, вы найдете единомышленников. Но это не значит, что тех, кто беднее вас, нужно исключать из своих жизней. Ни в коем случае нет. Но обзавестись полезными знакомствами обязательно нужно. Не покупайте много вещей из одной категории. Вообще сейчас многие люди приходят к системе минимализма. Я их поддерживаю и стараюсь потихонечку тоже двигаться к этой системе. Но это не очень-то легко, скажу я вам. Но дело в том, что я уже рассказала на своем опыте, что я покупала дешевое барахло, которое частично еще осталось даже в моем гардеробе. И какая же из этого польза? Да никакой. Лучше бы я на все эти деньги купила одну-две качественные вещи из одной категории. Поэтому постарайтесь лучше покупать то, что вас будет, ну если не делать счастливее, все-таки про вещи так сложно сказать, то хотя бы радовать. У меня есть пример. Я в те моменты решила один раз купить себе дорогое по тем временам, по тем моим доходам платье. Это платье стоимостью 8 тысяч рублей. Но какова же была разница между вещами из, грубо говоря, Glory Jeans, вот этого ценового сегмента, и платье из бутика? Дело в том, что платье за 8 тысяч я хранила в определенном месте. И это у меня было выходное платье. Сейчас я отношусь к нему уже спокойно, надеваю его, когда мне хочется. Но тогда я его берегла, потому что там и крой, и качество ткани, и все говорила о том, какое оно прекрасное. Лучше не покупать много барахла, а действительно купить то, что вас будет радовать. Когда мы надеваем такие вещи, у нас даже и походка меняется, и самооценка, и осанка, и, конечно, минимализм никто не отменял. И свое окружение нужно приучить к минимализму. Если это не выходит, а из вашего окружения люди, потребители любят потреблять, любят покупать, все-все-все, часто ходят в торговые центры, ну, стоит сократить общение с такими людьми, ну, или подумать, что еще можно сделать. Все эти советы, конечно, замечательные, я очень надеюсь на ваши лайки, комментарии, подписки, но мы должны помнить о том, что чем больше денег, тем больше проблем. Деньги, конечно же, желанны до определенного момента, когда их уже очень сильно много, ну, или хотя бы достаточно, чтобы платить по всем счетам, и у вас уже есть что откладывать, уже даже и в этом особого смысла нет, с увеличением дохода растет действительно стресс. Нужно беспокоиться о налоговой, о неудачных инвестициях, о жадных родственниках, которые просят деньги. В какой-то из книг я читала о том, что как только у вас появляется свободная сумма, обязательно ваше окружение потребует от вас этих денег. Я это уже проходила не один раз. Я вам уже рассказывала, что у меня был период, когда я не могла перешагнуть через планку в 300 тысяч рублей. Первый раз, я помню, мне нужно было занять 100 тысяч на серьезное, дело, человек попал в неприятную ситуацию. И в этот же период, ну, я имею в виду примерно эти же несколько месяцев, я еще 100 тысяч вынуждена была подарить человеку, который, ну, я знаю, что он не сможет мне отдать, ну, не те уровни дохода. И постоянно что-то происходило, постоянно кому-то из родственников, либо себе тогда нужно было, не буду говорить, зачем это уже там касается здоровья, и я не могла перешагнуть. И я уже чуть ли не впадала в отчаяние и думала, ну, неужели это моя планка, и все, вот 300 тысяч, вот твое, Таня, богатство, все, пляши. На самом деле я приняла решение, на тот момент я уже прочла какую-то книгу, у меня знаний много в голове, возможно, вы уже заметили, я надеюсь, и я могу сказать самое важное, а кто написал книгу, как она называлась, я уже не помню. Так вот, знания, это, конечно, самое главное, поэтому я вам хочу сказать, что в этой книге рассказывала, что человек накопил определенную небольшую сумму, сэкономил, а вдруг понадобилась стиральная машина. И именно на эту же сумму я когда читала, думала, ну, наверное, такого не может быть в жизни, но я сама столкнулась с этой ситуацией. Расскажу еще, конечно же, про личное. В общем, мне дали премиум в размере 30, по-моему, тысяч, год 17, наверное, был. И что вы думаете? Неожиданно нужна была именно эта сумма. Причем примерно после получения этой премии не пришло и недели. И именно эта сумма. Поэтому это прям очень-сё очень-очень-очень-очень странно, но мы должны это учитывать. Так вот, ребят, когда я занимала и дарила деньги, я потом пришла чуть ли не в отчаяние, как я уже сказала, и начала отправлять всех в банк. Я так и говорила, вы, люди работающие, платите налоги, у вас белая зарплата, идите в банк. Я понимаю, что это выгоднее было у меня занять без процентов, но сейчас банки предлагают уже достаточно интересные услуги, беспроцентный кредит. Его, наверное, даже нельзя назвать кредитом. Это когда, допустим, 120 дней без процентов, почему бы не воспользоваться, почему именно мной? И я, грубо говоря, закрыла лавочку и отправляла всех в банк. Зато после этого деньги стали копиться хорошо. Как говорится, не давай человеку рыбу, дай ему удочку. Я их направила в нужное русло, где можно взять денег, и всё, и дала понять, что ну всё, хватит уже с меня, потому что моя цель – иметь достаточно денег, чтобы не париться ни о чём, чтобы ежемесячные платежи были из пассивного дохода. У меня сейчас есть несколько источников, я о них вам рассказывала, но этого недостаточно на всё, чего я желаю, поэтому я пока ещё вынуждена работать. Но 80% от дохода я отвожу либо на вклад по чуть-чуть, и вы знаете, что я в разных валютах держу деньги, ну и в акции, конечно. Правда, в акции сейчас совсем немножко, потому что пока есть ещё другой инструмент, я попозже вам об этом расскажу. Так вот, ребята, чем больше ваш капитал, чем больше у вас вещей, чем больше у вас дом, тем больше, конечно, нужна забота. Я уже рассказывала вам и всегда говорю не просто теорию из интернета, а всё на своём опыте, всё через себя. У нас есть яхта, и когда она у нас появилась, мне казалось, что это, ну это понятно, что не актив, но поиграться хотелось. Так вот, на момент приобретения мы не прикидывали расходы, муж себе может это позволить, а я на тот момент, сейчас скажу, купили мы в 2014 году яхту, по-моему, и на тот момент мои доходы даже не доходили до 30 тысяч рублей. По-моему, зарплата у меня была 28-29 тысяч. Так вот, когда я поняла, сколько яхта требует, я очень сильно расстроилась, потому что для того, чтобы её спустить на воду, нужны деньги, ну там немного, для того, чтобы поставить на суше, нужны деньги. Она у нас в Подмосковье в яхт-клубе стояла, потом этот яхт-клуб там поменялся начальник, мы перевозили её в другой яхт-клуб, это тоже расходы времени, и стала добираться ещё дальше нам. Вот, и сама стоянка стоила, чтобы не соврать, тоже около 30 тысяч рублей, а я вам специально назвала свою зарплату на тот момент, и я понимала, что я целый месяц горпачусь, а за то, что яхта просто стоит, нужно вот такие деньги. И мы уже говорили о том, что человек всегда хочет больше, так вот, ребята, мой муж-капитан, у него есть своя карточка, своё удостоверение капитанское, и там метраж яхты, который он может управлять, прописан. И что вы думаете, не прошло и полгода, как я захотела ещё чуть больше яхту, ещё белоснежнее, но я стараюсь себя сдерживать, потому что я знаю, что я максималистка, мне всегда хочется больше и лучше. Но это я вам сказала на своём примере. Конечно, стоит вкладывать в своё развитие, все об этом говорят, но я помню свои моменты, первые моменты, когда я получала свои первые зарплаты, и я встречала тоже в книгах вот эти все советы, я с 2016 года прям увлеклась, увлеклась тематикой финансов, начала писать свою книгу, как я шла к своему первому миллиону, и везде, даже сейчас на ютубе, блоги говорят, если у вас там есть одна тысяча рублей, вкладывайте в свои знания. И я знаю, как это не хочется делать, когда у тебя, допустим, первые 10 тысяч выкровенные зарплаты, и ты понимаешь, нет, я не хочу себя, я хочу что-то, чтобы эти деньги увеличивались. Но на самом деле, если мы получим какие-то необыкновенные, нестандартные, не бесполезные знания, а те знания, например, куда вложить действительно стоит, например, купить стоящий курс, сейчас инфо-цыган очень много, меня это пугает, если купить стоящий, у Матвей Северянина, я покупала курсы, и вот он действительно много дает знаний. Ну, обращайте внимание на дату выхода видео, потому что если вы спустя года посмотрите это видео, то уже, возможно, не актуально. Так вот, если действительно в нужные знания вложиться, то вы получите больше, чем вы эту тысячу, ну, не знаю, на какой-нибудь банковский вклад, ну, или проинвестируете чьи-то вложения. Сейчас моя подруга хочет себе овощную лавочку, фруктово-овощную, и я буду для нее инвестором. Вот здесь уже есть выгода. Но самое главное, ребят, я говорила вам о том, что я хочу иметь намного больше денег, чем имею сейчас, для того, чтобы помогать людям. Но прежде чем помогать другим людям, сначала нужно подумать о себе. Если вы еще даже не близки к тому уровню, на котором вам хотелось бы быть, то не стоит раскидываться большими суммами, вот как на примере с моими 300 тысячами рублей, когда я по сотне тысяч отдавала, то смысла нет, потому что я опять, считайте, находилась на нуле, и опять приходилось все начинать сначала. А, да, и еще стоит упомянуть, что не факт, что вам вернут деньги, потому что друг нашей семьи нам не вернул деньги. Хотя он был у нас свидетелем на свадьбе, был очень близким для нашей семьи, и, как оказалось, цена нашей дружбы всего 30 тысяч рублей. Если бы мы знали, мы бы лучше раньше ему отдали, и чтобы он исчел, просто подарили бы ему, лишь бы он исчез из нашей жизни, и чтобы потом не было вот так обидно, как получилось в результате. Ну и, конечно, когда у вас появляются деньги, не стоит ими рисковать зря. Вы знаете, что я уже пробовала себя и в кэшбере, как всегда поверила блогерам, инфо, цыганам всяким. Вложила, ну, правда, немного, там, 6 тысяч, что ли, вложила. Еще вкладывала всякие такие проекты, засунь 100 рублей, завтра выведе 200. Все это лохотронный развод, а деньги не любят, когда на них играют, поэтому, пожалуйста, уходите сразу из таких источников дохода, потому что вы деньги только потеряете. И еще один момент. Думай, как богаты, а одевайся, как бедны. Вы знаете, что большинство настоящих миллионеров не выпячивают свое богатство через дорогущие часы и тому подобное. Они выглядят достаточно скромно. Более того, я читала книгу, в которой приводилась статистика, что настоящие миллионеры почти никогда не покупают новую машину из салона. Почти во всех случаях это б.у. машина, это поддержанный автомобиль и не самый крутой. Поэтому живите скромнее, чем позволяют вам ваши доходы. И я вам обещаю, что если вы будете выполнять все эти рекомендации, вы очень быстро придете к богатству. Если у вас еще есть какие-то советы, пожалуйста, отпишитесь в комментариях. Заранее благодарю. Но у меня на этом все. Всем спасибо, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо.